приветствуем вас дорогие друзья вы как всегда на канале у гостях у елены и сегодня в нашем дачном блоге как и обещали мы вам показываем парник всю распаковку будет показывать и рассказывать артём всем привет вот такая вот посылочка сейчас мы ее распакуем и посмотрим главное расскажи от кого сейчас все расскажу это парник судогодское предприятие выпускает он отличается от всех от многих и но от большинства парников которые представлены на рынке я сейчас будем распаковывать расскажу поподробнее мы как-то с этим предприятием уже сталкивались мы делали обзор плоскорезов да вот они нам понравились и я показывала продукция до этого предприятия попадала там в рейтинг 100 лучших товаров россии и вот сейчас мы заказали такой вот парник значит размеры его так 120 высота пять с половиной длина и метр ширина вместе с парником с этим даются вот такие вот когти перчатки если заказывать их вместе с парником это нужно указать или по телефону сказать об этом или же если в интернет заказываете то там в комментариях написать что нужны вот эти вот именно перчатки когти так называемые они там будут тогда со скидкой что-то 198 рублей по моему не будут стоить тогда вот это как такой бонус заказу до заказа и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие огородники, пока Артем там рассматривает, я хочу вам сказать, что мы сегодня парник не будем собирать. Мы просто разложим, вот так покажем, какой он. И я немножко ознакомилась с ним, мне он очень понравился. Я таких не видела, это точно. И самое главное, я помните, я вам говорила, что я в этом году хочу выращивать из одной агрофирмы семена, и буду я выращивать в этом парнике. И буду вам и показывать, какие семена, какая схожесть, какой будет урожай. Хочу вот сделать вот такой плейлист в этом году. Ну что, Артем? В общем так, да, что нам понравилось, особенность этого парника в том, что, ну, во-первых, он состоит из двух частей. Значит, вот пленка, которая идет вместе, вот она прошита. Сюда вставляются трубки, это верхняя часть парника. Вот, и нижняя часть парника, это вот, он тканевый, агроспан. Тоже вот он весь прошит, перешит. Давай я поближе. Здесь вот липучки, веревочки. Да, все это... Подними его, раскрой. Это как капюшончик будет отделаться? 15 метров, да, но это нижняя часть. Вот, нижняя часть. Ух ты! Будет такая, а верх уже, сам верх. Вот, да? Это будет уже пленка. Слушачка, так это вообще, тут тепло, а тут уже головка будет на ветру, и более хорошо, и бакалажанчики здорово расти будут. Давай вот так. Да, тут солнце уже... Прелесть. Пленка, ну-ка, толстая. Ветронов-то, наверное, 60, да. Там должно было быть написано. Знаете, что, я примерно вам, смотрите, вот она. Вот так вот, проще показать пока, правильно? А потом уже в огороде покажем. Артем соберет. Вот здесь все. Написано в комплект, что входит. И метраж, видите? Очень легко собирается. И вот так еще она выглядит. Ммм, красота. Да, инструкция по сборке есть. И что еще такая отличительная особенность от других? Большинство теплиц продается просто там... Парников. Ну, в смысле, да. Парников продается вот там агроспан, и продаются ПВХ-шные трубы, которые вставляются в агроспан, и все. Какой минус? Она легкая. Вот здесь, на этой температуре... Ветром носит. Да, вот они. Ого, тяга какая. Основа, это металлические трубки, которые вставляются, я так понимаю, одна в одну, заглубляются, там, 10-15 сантиметров, заглубляются в землю. Вот. И к ним уже, вот они, приварены ушки. То есть, основа у вас будет металлическая. И не просто трубки заглубляются. Ну, помимо того, что они заглубляются, еще по сторонам, вот они, металлические колышки. Тяжелые, да? Ну, они, ну, металлические. Что тут, 2 миллиметра толщиной, наверное, диаметр. Вот, они вставляются, и вот с помощью веревок все это дело растягивается. А оно растягивается? Да, по четырем сторонам она натягивается и усиливает сопротивляемость ветру. Вот. Так, ну и сверху вставляются в эти трубки, вот они, такие вот дуги. Вот они, смотри, реально по бокам покажи вот этот вот, изгиб такой специальный, да? Да, чтобы они фиксировались там в трубке. Вот так вот она вставляется. Вот. Получается, вот такой ее диаметр этого парника. В 2 рядочка посадить? Что тут? Да. Метр. Ширина грядки метр, да? Должна быть. Да, ширина метр. Ну, как обычно мы делаем. 20 метров. Она в натяг еще пойдет. Метр 20 высота и 5,5 метров длина достаточно большая. Отличная. Вот она пойдет вверх на тяг, вот тяни там, Тем. А вот эта вот часть здесь будет фиксироваться, а вверх, видите, будет натягиваться на метровую грядку, ширину. Класс. Я же сказала вам, необычная. Как Артем разбирала, я смотрела, необычная вообще. Мы ее и видели, прежде чем ее заполучить. Ну, да, уже когда все, снег сойдет, мы вам ее покажем, разберем. Обязательно. Ну, когда собирать будем, да, все это покажем уже в действии. Ну, а сейчас вот, вот такая вот теплица. Ну, Тем, уже на этом этапе, можно сказать, шикарно. Я таких не видела. Я тоже таких не видела. Да, вот она двойная. Там, ну, инструкция по сборке есть, ничего там сложного нету. Да, я показала. Все там есть везде, там, направляющие, веревочки, куда-то прикручивать, приматывать. Все это, ну... Красота. Не сложно разобраться. Так, я буду в ней выращивать и все покажу. Ну, и когти в нагрузку. Да. Коготочки. Ну, то 98 рублей при закуске за заказы, при заказе вместе с теплицей. Ну, и вообще, там, при заказе вам все равно будут перезванивать. А, да, кстати. Там, ну, подтверждать заказ и обещают, что без подарков не останетесь. Да, там. Так, да, написано, что без подарков не останетесь. Ну, вот такая, да, теплица, она достаточно массивная для своей конструкции, благодаря вот этим вот трубкам металлическим. Ну, главное, что ветром не унесет, не надо крепления какие-то придумывать. Да, она заглубляется, она растяжками еще дополнительно фиксируется, и плюс сама имеет какую-то там массу тяжелее, чем если теплица из парники, эти, из ПВХ труб. Да. Ну, ладно, все. Ну, все, наверное, да. Все, эти плечки все. Оставайтесь с нами, очень интересно у нас будет, будут блины, будет баня, будет вечерний отдых. В общем, понемножечку, по кадрику будем собирать сегодняшний дачный влог с нашей дачи. Так что оставайтесь с нами. Но самое главное мы вам показали, потому что обещали, девочки мне говорили, когда будет парник. Потому что Наташенька, по-моему, или Ирина, она сказала, что она хочет посмотреть, чтобы заранее купить. Вот мы поэтому решили показать, потому что пока еще будем собирать ее в грунте, и это уже будет поздно. Потом вы уже не сможете ее приобрести. А так заранее. Да, доставка у нас была с деком. Доставка быстрая достаточно, прям, ну, несколько дней. Ну, вот, пришло, без проблем, все туда пришли, забрали. Ну, все. Я надеюсь, я вам настроение подняла, огородническое. Ссылочки, дорогие друзья, я оставлю обязательно, как всегда, в описании под видео, в инфобоксе, где написано еще. Нажимайте, и будет там. Или даже закреплю первым комментарием, как обычно я делаю, для того, чтобы было удобно. Так, ну, вот такую доску. Она вот на этой стороне такая. И вот, видите, вот этот вот желобок такой, это не просто так. Сейчас я поверну. Это для того, чтобы заниматься. Тяга просто-просто сильнейшая. Очень тяжело весит. И вот здесь вот, видите, вот. Вот так вот кладется на столешницу, и вы занимаетесь тестом, лепкой, и все такое. Прям прелестное. Очень мне хотелось давно это дело. Можно и на другую сторону, и на эту сторону. Просто прелесть. Вот такая замечательная штука. Вот. И вот такую еще я говорила. Еще куплю одну. И я ее купила тоже. Так, это в Леруа купили. Вчера заезжали. И вот это, вот эту доску для теста тоже в Леруа я купила. Еще есть для ножей. Это я принесла из квартиры. В квартире у меня нету. И вот мне там очень не хватает такую штуку. Это куплено было туда. Сюда куплю вот такую вот деревянную. Она там тоже есть. И стоит недорого. Вот. Поэтому нужно сюда купить, чтобы не таскаться, чтобы было удобно. Вот. А здесь как нельзя кстати. Нужна такая штука, чтобы ножи, ну где-то у меня не в какой-то там емкости лежали. Вот. Когда гарнитур повесим, тогда уже будет очень хорошо. А так, конечно, неудобно. Но ничего страшного. Меня все радует. Все мои мелочи вот эти все, вот что у меня есть, все радует. Положила я вот сюда все бутылочки со специями. Вот в этих бутылках у меня масла. Это вот оливковое масло. Это масла разные. И специи все. Они вот в этой пока. Пока в этой. Потом они уйдут, конечно же, в шкаф обязательно. Они были у меня двух голубеньких. Таких вы видели. Вот здесь вот впереди были. Но я их отсюда убрала. Убрала вот в одну вот такую штучку. И все. Вот. Вот они мои пиларгошечки. Хорошо идут. Прямо я рада. И обязательно пошли в ход. Видите, сколько росточков пустили у меня эти декабристы. Вот видите. Только гуська отсюда утащила эту бирочку. И я не знаю теперь, какие это сорта. Буду ждать, пока они не, так сказать, расцветут. Вот таким вот образом. Как расцветут, так я обязательно уже буду знать, какие по цвету. Вот. Так что вот так. Буду делать сейчас блины. Вот. Уже я использовала вот эти вот сковородки. А блины... Блинницу нет. А вот сковородку вот эту я испробовала. Она мне очень понравилась. Я уже говорила о ней и показывала вам. Они везде продают. Фирма Фисман. Везде есть во всех торговых центрах. Есть отделы. Покупайте. Очень мне понравилось. Увезла я ту в квартиру, потому что кинулась сделать блины. А в квартире у меня и не оказалось ее. И вот я ее возила туда-сюда. Вот. И из Галамарта сковородки две тоже увезла в квартиру. Они... Я их просто обожаю. Я готовила все лето здесь вам показывала и дома. Вот. А здесь будет вот это. Ну, вот таким вот образом. Все... Все... Все нормально. Все. Это тоже у меня уйдет обязательно туда. В прошлый раз тоже. Я хочу, чтобы здесь все было деревянное. Все-таки это деревня. Это вот такая доска тоже на пробке здесь. Это покупали... Вы... Ой... Не помню, где уже видите. А это у меня уже давно из Икей была. Это подставка по... Ну, торты украшать и салаты делать. Она крутится. Вот. А это мне вот Т-декор прислал в подарок. Так что... Все деревянное. Это очень даже хорошо. Для деревни здесь это вот сойдет. Они и подешевле, и более хорошо. Все должно быть устроено, потому что снимать буду видео. Я думаю, что всем нравится, когда блогер показывает из нормальной посуды. Да и для себя, дорогие друзья, не только для блогерства, да и для себя. Мы должны получать удовольствие. И это статическое, и любое другое. Вот, потому что живем один раз в жизни. Надо устроить себе свою житие для удобства. Как вам надо, а не как кому-то нужно, дорогие друзья. Мы всегда делаем все для себя, как нам нужно, а не как нужно кому-то. Вот. Каждый делает так, как ему нравится. Ладно, будем готовить блины. Ну что ж, я приготовила сковородку. А Буси там что делает? Кто-то. То мерликает Буси. Муку. Этот рецепт у меня уже есть на канале. Он самый-самый, что ни на есть, мой любимый. Три стакана молока. Хотите жирность большую, хотите маленькую, это ваше дело. Три яйца. Полтора стакана муки. И вот каким стаканом мерите молоко. Вот я кружку. Таким стаканом, такой же кружкой отмерите. Это Буся уже свалила, успела что-то. Отмерите муку. То есть полтора стакана вот такой, вот таких вот. Не важно, 200 миллилитров, там 150 миллилитров. Это не важно. Только этим же бокалом вы будете измерять молоко и муку. Так. Ну ладно. И значит, повторюсь еще с Белобуся. Три стакана молока, полтора стакана муки просеянной, хорошей. Три яйца, три столовые ложки подсолнечного масла. Значит, три столовые ложки сахара. Сахар уже как вы сами пожелаете. Хотите три, хотите четыре, хотите пять. Это дело ваше. Никаких там я соды никакой, ничего не добавляю. Все прекрасно, вы уже видели. Замечательные блины получаются в дырочку. И все хорошо. Сахару положите больше, а не когда вы будете поджаривать их, а будут золотистей. Вот. Хотя и так они тоже золотистые и вкусные. Это все зависит от вас. Ваниленчик тоже по вкусу. Вот и все. Никаких премудростей. Я уже давала такой рецепт, продиктовала. Поэтому хорошенечко взбиваем. Ну что ж, дорогие друзья, я не буду снимать вам всю выпечку. Просто покажу, какие блины. Вы уже видели, я вам показывала. Ну, просто обратите внимание, какие они ажурные, без всякой соды. Когда я давала этот рецепт, девушка говорила, фу, там все такое. И, кстати, очень многие писали, а где сода, а где сода. Вот без соды, пожалуйста. Без соды. Замечательный рецепт. Простой. Главное взбить как следует и все. Вот такая красота. Я попозже буду еще допекать. Сегодня очень много съемок. Потом еще в баню будем снимать вам немножечко. Вот. И много-много других дел на даче есть. Так что вот такие кадрики. Музыка. 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 допустим да и заказать эту вышивку и тогда там они сами сделают а можно сделать там на сайте у них сайт мы укажем в описание на сайте у них есть конструктор с помощью этого конструкция можно скомпоновать надпись там какой-то логотип как хочется и уже с помощью конструктора самим придумайте ли же заказать на сайте указать что нужно там логотип какой-то они уже сами его сделать да кстати они тоже могут помочь как либо вы если вы не знаете как сами то они помогают там очень хорошо качество я заметила вот этого халата не такое как из василька сразу скажу из василька очень лохматый дать он такой лохматый лохматый прям он цепляется а здесь вот такого качества он хороший мне понравится теперь тебя будет и лохматый такой стопроцентный хлопок размеры 48 ну прям прям как раз точно меня ну-ка еще раз повернись такая красота девочки мужчинам это вообще прелесть а потом уже отдельно вообще конечно классно потом этим расскажет баня у нас конечно с варилкой и очень большие лежаки у нас такие прям в три подъема дать он три ступенечки да это уже потом отдельно покажем это у нас мощная а здесь у нас вот ну уже артем потом покажет вам мне просто очень хотелось вам просто огонечек вот так вот показать и немножко красоты вот так вот для интриги дать вам а потом уже артем расскажет о бане вот такая здесь красота цветочки и у нас не только в огороде они везде мы уже собираемся выезжать уже с дачи в город и хочу немножко рассказать о цветочках здесь у меня королевская пеларгония смотрите какая она красивая прямо разрослась здорово такие хорошие побеги я не буду ее черенковать пока ничего не буду делать когда сюда перееду может быть и на черенку и пусть разрастет хорошо вот и здесь занесла я фуксию 1 это у меня самая молоденькая функция она очень хорошо перезимовала пусть она у меня здесь пойдет в рост никаких пересадки я не буду делать для нее вот этот горшочек самое то декабристы тоже прекрасно прекрасно принялись девочки кто просил обязательно отправлю или встретимся обязательно врузили в русском районе розыском районе или в истринском истре кто живет вот с этими цветоводами я смогу решим на каком месте встретиться пишите пожалуйста мне на почту почту я оставлю внизу в описании под видео обязательно и туда мне пишите кому что нужно потому что у меня уже три декабриста есть вот хорошенькие вот в стаканчиках они а с пеларгониями чуть-чуть позже да и сейчас вам покажу покажу как у меня секундочку наша веранда тепло уже сейчас передают вот здесь вот у меня видите вот они фуксии перезимовали замечательно именно вот здесь кто видел это все не один раз тот знает на этом столике вот в такой вот террасе терраса у нас потолок утепленный под домом повторюсь и пол тоже под домом он тоже утепленный а впереди у нас вот так вот поликарбонатом закрытая дверь у нас поликарбоната вот так никакого здесь тепличного эффекта не будет потому что крыша у нас под домом двухскатная так что это все сразу предупреждаю потому что описали спрашивали а теперь террасе не поняли насчет того что утепленная но я именно так и сказала что под домом идет и утеплен 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 пол террасы точно тоже как утеплен дома там и здесь я уже показала что у нас электрические обогреватели висят то есть такое отопление в доме а терраса ничем не обогревается но подхожу снова именно к цветочка я думаю что я правильно объяснила возможно и сумбурно но все равно думаю что кому нужно тот сам все и услышал именно здесь зимовали мои вот эти растения кроме вот этих это я принесла купила а тут у меня лаванда и фуксии и прекрасно они у меня прозимовали прекрасно тут луковичные кала тут у меня потом уже тоже увидите на тоже вот уже потихонечку всходит я пролила видите на этой неделе передают до плюс 6 я вот их не буду укрывать просто вот здесь так оставлю пусть они тут у меня и будут пусть они начнут расти здесь вообще солнечная солнечная сторона вот уже там вот видите солнышко вот выходит очень даже здесь хорошо моим растениям и веранда для меня это золотая и просто обожаю совсем не дует артем очень хорошо сделал совсем не дует немножечко только дует у нас о 2 и у двери вот здесь вот видите вот тут немножко поддувает вот но с марта месяца здесь уже будет прекрасно и даже вот этот ветерочек даже будет просто кстати видите солнышко сходит там здесь все время вот теплая прям теплая такая солнечная сторона и мне это очень нравится вот обязательно потом покажем вам как повесит обогреватель в электрический пленочный артем сейчас секундочку то не видно вот так вот мы вам тоже его показывали это занавесочка такая и вот 220 ватт в общем это артем рассказывает про это так что вот пролила пусть себе растут это у меня как я говорю экибана из перцев вот просто подхожу и рву если мне надо я решила оставить для красоты здесь в этих вот вот же они у меня и росли кашпо здесь все лето вот такие деревца это перец ой так сорт сейчас не помню точно не буду сбиваться на смысле не потом вам расскажу о нем я его посеяла ну а здесь у меня мне не хотелось убрать вот эту красоту которая росла у меня в огороде кукурузка вот классная такая так она тут у меня и зимует и перчики тут и все у меня для красоты просто нет слов а это мои две замечательные которые я тоже буду продавать сейчас девчонки мои дорогие покажу вам так вот они меня и город гортезии вот гортезия крупнолистная генерал вовом тессе вибрайи вот именно ее я выкопала и она у меня сейчас теплицы находится прикопанная в общем покажу вам и буду ее делить и тоже буду продавать вот эта гортензия прекрасно для кашпо дорогие друзья если у кого есть возможности просто катку посадить красиво большую катку литров наверное нужно дать 20 25 а потом занести зимой в теплицу и сверху лутрасилом прикрыть девочки зимует прекрасно и не надо мучиться на улице ее мучить или же ну я имею ввиду укрывать она прекрасная на улице когда укрываешь зимует вот это крупнолистная она цветет на побегах сохранившийся с прошлого года вот но если у кого есть подвал если у кого есть например да вот даже здесь вот здесь она прекрасно перезимует у кого есть такие вот террасы так что это прекрасно но гортезия метельчатая я просто ее обожаю девчонки сан-де-фрес это моя любимая такая она красавица помните он показывал такими здоровущими стружек такими стручками прямо аж прям валится вот на землю не спадают прям прелесть но в то же время она в принципе очень стоит хорошо то есть не будет она прямо к земле сильно но бывает год когда она очень сильно цветет и прямо она если вы пострижете ее покороче значит будет кустик пышненький аккуратненький если она будет у вас расти высоко вы оставить ее то придется конечно давайте так повернем подвязать ее вот видите вот все вам показала все данные тоже я на черенку этой весной ну что ж дорогие друзья хочу показать как у меня вот под укрытием хризантемы зимовали посмотрите шалфей как здорово и мята ведь она уже пошла расти мята я специально в горшке держала мята и в огороде зимует просто горшочек и занесли и вот очень хорошо потом смело обрежем вынесем и у нас будет мята вот уже пошли мои хризантемы вот видите в ящике я их как заметили вы никуда не высаживала просто с комом земли и бирочка все на месте вот буду ими заниматься очищу как следует и буду укоренять ну а это у меня вот она и есть хризантема ой гортензия путаюсь часто путаюсь потому что все они рядышком когда показываешь и вы он у нас этот курс выкопанный был вот таким кустом и тоже укры укрывной материал на нем был и посмотрите что куст хорошо перезимовал вот почки до то что я вам говорила что можно катку хотя это даже не посажены тем не менее хорошо перезимовал потому что это теплица катку и когда у вас подсветет он дома я имею ввиду на террасе куда вы хоть в огород куда угодно куст гортензии можете поставить а потом занести в теплицу не выкапывая вы же будете в этом горшке прям с горшком с каткой занесете смотрите я даже особо не было времени заняться им я уезжала к деткам и как бы отлично вот они побеги прошлого года и но вы все четко в общем как выкопали все тут есть ничего не вырезала и теперь значит следующую неделю пятницу приеду буду его рассаживать буду обрезать и буду оставлять только хорошие побеги чтобы хорошо шикарно цвела на вот это был цветок на ней не срезанный один многие срезала вот такая крупнолистная гортензия волонтез который я вам сейчас показывала дома все а в теплице про теплицу позже расскажем буду заниматься потихонечку да так дорогие друзья сейчас у нас идет погрузка нашего гарнитура вот но дорогие друзья об этом следующей серии как говорится вот у меня уже радость такая часа на на 3 сидели все это рисовали